Девушки отдыхают 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 серьезно, как туда, так и туда. Начинаем с этой позиции работать. Проходим ноги, желательно их пройти, да? Как только проходим ноги, ваша задача сесть на него. Его задача не дать вам сесть, да? Но, допустим, я сел. Вот я прошел ноги, оказался здесь, сел на него. Дальше, это самая лучшая позиция, какая только может быть. Это, считаю, уже почти победа. Но самое главное ее удержать. В любом случае надо удержать. Но, как мы всаживаем? Мы обязательно всаживаем, вкручивая полностью корпус. Не просто мы так бьем, это слабые удары, а всаживаем. Но в погоне за этими ударами ни в коем, не надо как бы уходить в серийность такую, потому что соперник вас легко может сбросить, когда вы неустойчивы. Вы должны занять удобную позицию, это одна из таких важнейших позиций. И бить не сразу же двумя руками, а желательно по одной. Иногда можно сделать раз-два, а потом бам-бам, то есть, допустим, бам-бам, упереться рукой и начать бить. Иногда надо даже бить вот с такой позиции, там, не оттягиваясь. Потому что, смотрите, у меня раз опора, два опора, три опора, четыре опора. У меня опоры есть. Если вы даже его не нокаутируете, вы выиграли раунд, вы просто просидели до конца либо боя, либо раунда на нем, и вы уже победили. Потому что каждый удар, это удар. Как в стойке он считается, раз-два удар. Так же и здесь. Он начинает вязать вашу руку. Вы оп, там, вяжет, вы это и бьете. Отрываетесь. Потихоньку отрываетесь и бьете. Поехали. Сейчас пять минут один так, и пять минут другой. Вроде бы ничего сложного, но чтобы в бою чувствовать себя так же уверенно, как на тренировках, надо нарабатывать все действия до автоматизма. Если на тренировке вам вдруг показалось, что у вас уже все получается на пять, не обольщайтесь. Абсолютно не факт, что то же самое у вас получится сделать во время боя. Насколько Евгений Бредехин усердно пахал на тренировках, и главное, не забудет ли он все, чем учил его тренер из-за предстартового волнения, мы узнаем прямо сейчас. На турнире Колизей Малая Арена ему предстоит провести свой дебютный бой в ММА. Смотри. Когда бьешь плюху, бей ее в шею сюда. Не смотри, чтобы помогать. Хорошо. Хорошо. Где капа твоя? Капа в штанах. В штанах. Давай достанем в штанах. Хотя, исходя из его профессии, с хладнокровием у этого парня должно быть все нормально. Да и за плечами у хирурга неплохая база самбо и дзюдо. Еще смотри, любой, какой бы он ударник ни был, он все равно сдохнет. Если ты поборешься с ним, в любом случае, защищаясь или атакуя, он все равно в партере устает. А ты изначально привык уже долго бороться. Мы все время боремся долго в партере. У тебя больше изначально шансов нормально отбороться. У них нет акцента вот у него на борьбе. Поэтому он будет больше живого биться. То есть все. Поэтому лепеха. Смотри. Ну, не знаю. Смотри на дистанции. Поддавливай. Все, снимай. Поддавливай. Подожди, подожди. Сейчас там снимем. Судья! 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 Готов! Готов! Бой! Главная установка от тренера использовать свое основное оружие. Борьбу. Из первых минут боя мы видим, что хирург старается полностью следовать плану на бой, успешно переводя своего соперника в партер. Не спеши! Женя, не спеши! Женя, не спеши! Бей! Хорошо, готовь! Зато, Женя, сильно не оттягивайся так! Хотя как раз в партере у него пока получается не все. Реализовать свое преимущество он пока не может, при том, что изначально занимает более выгодную позицию. Нормально, нормально, вяжи, спокойно, спокойно. Вяжи, вяжи, вяжи. Да, 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 нормально. Ногами обнял его, ногами обними. Обними его, не надо. Не надо двумя руками. Вот так повяжи. По очереди, по одной руке. Свою концовку сделай. Да, до конца, до конца. Минуту. Держать, держать здесь, не выпускай его. Женя, ты выигрываешь концовку, не упусти его. Женя, 30 секунд осталось. Пускай его, вот, вот, вот. Хорошо. Не выпускай его. Не выпускай. Активность показывай. Бей по чуть-чуть. Хирург раз за разом переводит своего соперника в партер, но тот каждый раз умудряется выбраться из неудобной для себя позиции. И защищаться приходится уже хирургу. Женя, как он тут. 20, 15 секунд осталось. Держать, вязать его, вязать. Но это пока первый раунд. Первый раунд первого боя по смешанным единоборствам в жизни хирурга. Возможно, он еще сможет изменить ход поединка. Борис, не выпускай спартера его. Сисять нормально, не надо на него. Потихоньку бей, наклонись. Женя, Борис сейчас, он падает постоянно. Он постоянно падает. Сейчас надо кинуть плюху и бороться, понял? У него руки забиты, он не сможет тебя рубануть. Плюху и бороться, понял? Нахватал я, да? Он не нахватал ни хрена, давай, я говорю, бей, бей. Бей, я сейчас плюху и бороться, понял? Я тебе говорю, бороться. Он падает все время от твоих бросков. И не выпускай спартера до конца. Руки. Хлоп, пошел. Обни. Хлоп, до конца, да. Да, 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 б***ь. Молодец. Но второй раунд заметных изменений в рисунок боя не внес. Вставай, вставай. Нормально, нормально. Не оттягивайся сильно. Хорошо, бей. Женя, по очереди бей, то одно, то другое. Да. Хирург раз за разом переводит соперника в партер, но развить преимущество не может. Вопрос, хватит ли этого для победы. Да, да, вот так. Держи, сейчас поднимут. Вот так, держи, не дай ему бить. Вообще не дай активности ему. Не знаю, может, дадут третий, неизвестно. Давай. Единственное классное решение от Суи. Победа держал Лев Иршин-Семенов. Первый свой бой в ММА хирург проиграл. Но тренер вроде остался доволен своим учеником. Не хватило опыта немножко. Потому что, в принципе, все делал хорошо, делал броски. Он бы мог тактически выиграть, если бы не выпускал из позиций. Чуть-чуть суетился, старался быстро работать в выгодных для себя позициях. И поэтому их терял. То есть его соперник сбрасывал и оказывался сверху. Если бы он просто тактически просто отсиделся на сопернике, он бы выиграл. Но, возможно, Сергей просто не хочет расстраивать Женю. И потом того ждет серьезный разбор полетов. Ведь работе в партере они уделяют очень много времени. И выполнил хирург все установки тренера, этот бой он бы выиграл. Стереться такой, иногда надо даже бить вот в такой позиции. Меня оттягивает. Потому что, смотрите, у меня раз опора, два опора, три опора, четыре опора. У меня опора есть. Если он начинает в эту сторону, у меня есть опора. Если он у меня в эту сторону начинает, у меня вот опора. Я начинаю уже вот так работать. Время подумать над этим уже не будет предостаточно. А пока, после небольшого дружеского тюнинга, нашего героя вновь ждет любимая работа. Где он, несмотря на свое кровожадное хобби и полученные повреждения, со скромной улыбкой будет продолжать делать свое доброе дело. Чинить людям их расшатавшееся здоровье. Пережить поражение всегда непросто. Но разве это повод опускать руки? Это всего лишь мотивация тренироваться еще больше. Рыжи, привет. Придешь, а вы не все? Хорошо. Давай. Все, продолжаем. Как мы видим, Виктор не только тренируется сам, но и старается помогать тренеру. Хотя как помогает? Иногда наоборот, всячески пытается мешать, огрызается, ведет себя грубо и вызывающе, не слушает советов старших и пытается навязать свою точку зрения как единственную верную. Конфликт поколений, что поделаешь. Но в итоге все равно все приходят к тому, что тренер всегда прав. Так и хочется померить шага. На днях фитнес-клуб «Лидер Спорт», где тренируются наши герои, посетил легендарный жимовик Владимир Кравцов, известный многим как дядя Вова. Здорово, Серега. Пустишь товарища? Только без меня в холодильник, где не ходим. Не обещаю. Жать этот дядька умеет хорошо, за ним числится рекорд в 310 кило. Но вот вопрос, чему он может научить бойцов? Оказывается, может. Причем не только силе, а прежде всего выносливости. Принципы те же самые. Приседая, ограничиваем амплитуду. Раз. Ноги постоянно в напряжении. Не до конца. Бат, да. И работаем в течение 30-40 секунд. На старт вот эта кнопка. Когда я скажу старт, нажимаем старт. И когда пройдет 40 секунд, хватит. Присели. Старт. Поехали. Амплитуда, как у меня. Дышим непрерывно. Стоп. Внизу. Схватки будут так же невыносимы. Сейчас надо терпеть. Сейчас надо терпеть. Вот он, соперник. Соперник. Боль, соперник, стресс. Мы сейчас боремся со стрессом. Чем сильнее мы зайдем за границу этого стресса, тем мы будем выносливее. Терпеть. Терпеть. Терпеть, как соперник. Дышим. Есть определенный интервал, есть определенный дипозон, надо в нем работать. Выходя за него, вы себя разрушаете. Вы себя не будете тренировать, а вы будете себя убивать. Терпим, терпим. Терпеть, терпеть, терпеть. Чем больше мы будем терпеть, тем лучше, тем мы станем выносливее. Тем наши мышцы станут лучше, станут работоспособнее. Терпеть не падать. Боль нужна, нам нужна боль. Терпеть боль. Терпим, 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 терпим. Жене! Хорошо! Даже мне! Отягощение здесь не главное. Когда дело касается выносливости, вам не нужно много. Вам нужно именно в этот промежуток сделать технически грамотно, технически правильно. Сколько мы сейчас отработали? Там две минуты. Но мы дали такую нагрузку именно целевым мышцам, которые ответственны за выносливость, которые ответственны за длительную работу. Статодинамические упражнения это не моя придумка. Это профессор Силуянов еще рассказывал в прошлом веке. Мы это с моими друзьями Александром Грачевым и Дмитрием Касатовым именно внедрили в пауэрлифтинг и пропагандируем давно этот метод. Он достаточно известный. Три серии по три подхода раз в 7-10 дней плюс еще одна или две поддерживающие тренировки из одной серии и по словам дяди Вовы в бою парни просто не узнают себя. Эффект проявится в месяц-полтора-два. Видно будет сразу. Это будет видно в том, что когда вы будете проводить схватки, поединки, ноги будут меньше уставать. Буквально через месяц-полтора-два. Тем более, если вы никогда в таком режиме не работали, результат пойдет мгновенно быстро. На самом деле мне очень понравились эти упражнения. как раз именно то, что мне нужно. У меня руки нагрузились, когда вот именно статику в жиме делал. И очень нагрузились ноги. Мне очень понравилось именно вот терпеть. То есть нужно было перебарывать вот это сжение, вот эту боль. Вот именно вот это мне понравилось, что был такой момент именно борьбы с собой, именно борьбы с болью. И охота была еще прекратить все, но вот именно перебороть это было очень классно. Насколько пригодятся Виктору полученные знания, можно будет узнать только после новых боев. А вот как хорошо тренировался малыш, станет понятно уже сегодня. Дмитрий заявился на чемпионат Питера по боевому самбо. Победа на этих соревнованиях может стать для него серьезным шагом вперед. Цель соревнований это отбор в сборную команду Санкт-Петербурга с участием лучших в чемпионате России, ну и так далее. В Европе, мире, Кубке мира. Все, что дает доступ уже и сборной страны. Свой крайний бой Дима Невинный провел на турнире по ММА, а здесь ему придется выступать немного по другим правилам. Но, как мы помним, Малыша это не смущает. Свой первый поединок Малыш начал более чем уверенно. Хорошо! Оп! Вот! Вот! Пошел! Свой первый бой Дмитрий начал более чем уверенно. Держать! 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 Держи! 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 Красивый бросок на 4 балла. Затем удержание. Это еще 4 балла. Еще один хороший удар или бросок и поединок будет выигран. Вот, например, такой удар. Оп! Хорошо! Все! Все, все, все! Один балл Победа! Чистая победа! Все! Все, все! Но здесь мнения Сергея и судьи разошлись. Последние оценили это действие всего в 2 балла. Хотя соперника малыша это уже не могло спасти. Он в очередной раз вышел за ковер, чем принес Дмитрию недостающие 2 балла. Итак, 12-0. Чистая победа! Ты слишком в конце начал как бы увлекаться за ним бежать. Слишком не беги, потому что чтобы не встали. Ты как бы дави его, но как бы именно так, знаешь, как бы вот так вот в меру. Не надо прямо бежать. Под конец побежал. Ну так нормально. В первой схватке малыш одержал уверенную победу и вышел в финал. Но расслабляться пока рано. Во-первых, Сергей несколько настораживает тот факт, что во время боя его ученик совершенно не слышит, что он говорит ему из угла. В конце услышал, просто не знаю, почему. А ты это вообще не слышал, Николай. Нет, не знаю, почему. Во-вторых, в финале его ждет гораздо более суровый соперник. Хватит ли Диме сил, чтобы снова стать победителем? Об этом вы узнаете из следующих серий борцовского клуба, где мы также расскажем о том, как готовится к новому бою Акоп Степанян. Потихонечку втягиваю тренировки. Конечно, акклиматизация еще скалывается, но моральный настрой, особенно главное. И раскроем секрет, каким образом Вася Польек стал настоящим мужчиной. Тянешь, что есть? Очень близко, как всегда. А если вы не видели предыдущих серий, добро пожаловать на YouTube, мы будем рады видеть вас в нашем борцовском клубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok